Русфонд продолжает благотворительную акцию помощи тяжелобольным детям. На этот раз поддержкой необходима 9-летней Кире Парфенова и Строителе. У девочки врожденный порог сердца. Решить проблему можно, сделав операцию эндоваскулярным методом. Чтобы помочь ребенку, нужно всего лишь отправить смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Как две капли воды похожи друг на друга. Сестры, не разлей вода. Им всегда есть чем заняться. Несмотря на разницу в возрасте, девочки, как говорится, на одной волне. Кира – средний ребенок в семье Парфеновых. Прилежная ученица, рукодельница, помощница по дому. Девочка никогда не жаловалась на здоровье, занималась спортом. Впервые отклонения в работе ее сердце обнаружили перед поступлением в школу. Тогда врачи заверили – дефект исчезнет. А вот сейчас весной сделали повторное УЗИ, и как бы вот эти дырочки стали намного больше. И сказали, уже все, требуется их закрывать. Состояние ребенка, говорят врачи, может ухудшиться в любой момент. Потому пришлось ограничить физическую активность Киры. До этого как бы говорили, все нормально, ведите обычный образ жизни, занимайтесь спортом. Ну, как бы все хорошо, ничего страшного нету. А сейчас вот нельзя. Кроме поддерживающей терапии, медикаментозно сделать что-либо невозможно. Ребенку необходима операция. Ее можно провести щадящим способом – эндоваскулярно. Помочь девочке, готовой в Белгороде. У Кира аневризма межпредсердной перегородки с множественными дефектами. С ростом девочки отмечается отрицательная динамика. Есть риск развития необратимых осложнений. После эндоваскулярной операции она сможет вернуться к обычному образу жизни. Стоимость лечения – 396 тысяч 29 рублей. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд» соберут 247 тысяч 29 рублей. Компания «Металлоинвест» внесет еще 100 тысяч. Не хватает 49 тысяч рублей. Именно эту сумму просят собрать зрителей нашего канала. Для помощи девочке отправьте смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе «Андроид» могут перевести средства через специальное мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте «Русфонда». Нина Бережная, Денис Подзолков, Вести Белгород и Строителя.